Виноградники вырубали и вытаптывали. Да, с вином боролись. Сотни сортов винограда ушли в небытие, да, сотни человеческих судей покалечены. А вот сорт «Три королевы» просто воскрес из пепла. Этот сорт винограда снова живет. Как видите, вкус у вина просто превосходный. Попробуйте, вино прекрасное. Значит, так и пишем. В своей городской квартире обнаружено тело директора и владельца винного завода города Черноморска Михаила Погодина. 1958 года рождения. Рядом с телом убитого рассыпана аптечка. Как вы думаете, может это его лекарства? Может он принимал их? Я пока не строю догадок. Все по порядку. Будем ждать заключения медиков. Я ему такая говорю, папа. А как там насчет новой машины? Он говорит, пусть тебе купит ее твой новый жених. Я говорю, папа, ты же знаешь, что он пока еще не в состоянии. Зато он у меня красивый, и у нас родятся потрясающе красивые дети. Значит, я сделаю правильный выбор. Женя. Не надо мне так смотреть. Ой, ничего страшного. Зато когда он с тобой познакомится, он поймет, что помимо красивой мордашки, у тебя еще вот здесь вот кое-что есть, да. А это очень дорогого стоит. Иди ко мне. Женя, пожалуйста, ну не надо, я тебя прошу. Да, кстати. Спасибо. На следующие выходные мы едем в Париж. Я, ты, мама и папа. У тебя нет шансов сказать мне нет. Еду 20 человек. Это будет празднование годовщины, знакомство моих родителей. Папа снял потрясающий особняк, так что у тебя нет возможностей не поехать. Я подумаю. У тебя нет шансов подумать, я уже все придумала, садись. Сейчас подождем. Не нужно сейчас разговаривать. Женя, это может быть мой научный руководитель. При мне не нужно отвлекаться. Женя, дай телефон сюда. Алло, да. Виктор Михайлович Погодин. Да, я вас слушаю. Случилось несчастье с вашим отцом. Вам нужно срочно приехать в Черноморск. А что случилось? Он погиб. Что? Не могу понять, товарищ полковник. Квартиру, если открывали, то своим ключом. Никаких следов взлома и проникновения. Значит, это случилось не в доме, а в квартире сынка. Ну да, в загородном доме живет его жена. Весь город знает, что отношения у них в последнее время были напряженными. Угу. Собственно, не она забила тревогу, а его управляющий. Он и позвонил нам. Погодин не появлялся на заводе три дня, не отвечал на звонки. А квартира, да, куплена на имя сына, Виктора. Еще до его отъезда на учебу в Москву. Ага. Значит, сын у нас в Москве. Ага. Не едешь с нами в Париж? Да? Между прочим, я готовилась к этой поездке. Слушай, тебе сказали, что у отца несчастье. Ну, может быть, у него временные трудности в жизни. Если вам нужны деньги, то моя семья с радостью вам их одолжит. Слушай, Жень, замолчи, а. Так, ты сейчас с кем разговариваешь, а? Ты забыл, что я для тебя сделала? Я тут стою, перед тобой унижаюсь, хотя ты за все время наших отношений не соизволил сделать мне предложение, мне, у которой таких, как ты, миллионы. Ладно, давай не играть в трагедию. Скажи мне, кто тебе позвонил? Несчастье, а может, это вранье вообще, а? Слушай, какое вранье, Жень, его убили. Убили, ты слышишь меня? Через два часа у меня самолет, мне надо успеть. Там мама. Здравия желаю. Здоров. 9-9-1, 9-9-3, на свет. Звали? Юрий Геннадьевич, на минутку. Садитесь. Что там по Погодину? Все-таки не последний человек в нашем городе. Дело громкое. Петр Анатольевич, медики свое слово пока не сказали. Вот протокол предварительного осмотра трупа. Удар по голове нанесен тяжелым тупым предметом. Может, он сам упал. Потерял сознание, потом была сильная кровопотеря. Да, ужасно. 56 лет мужику. Мы с ним часто в одних компаниях были. Какой приятный человек, ничего дурного у него не скажешь. Товарищ полковник, мы отрабатываем все версии. Может, у него были конкуренты? Да у него давно дела шли, неважно. Потому что характер не сахарный был. Консервативный тип, я тебе скажу. Никогда ничего нового не понимал и не воспринимал. А я другое скажу. Он был очень честный человек. Бесстрашный. Я как-то в этом убедился лично. У меня другие догадки. И они касаются не дела Погодина, а его личной жизни. Вот как? Ну, вы же тоже знаете о романе его жены. Я? Юрий Геннадьевич, да вы что? Поверьте, бабе и сплетни – это не мой удел. Боже упаси, вы что? Три дня он не появлялся ни дома, ни на работе. И вы даже не придали этому никакого значения. Не позвонили ему. Не поинтересовались, где он? Послушайте, я же вам сказала. У моего мужа очень трудный характер. Он всегда чутко знал, что ему нужно. И никого не слушал, в том числе и меня. Всегда жил своей жизнью. И по большому счету никого в нее не пускал. Когда вы его верили в последний раз живым? Я не бросилась его искать сразу, потому что в последние месяцы он старался жить в другой квартире. В квартире, купленной для сына. Сюда приходил только за бумагами или за вещами. Когда это было? Это было в прошлую пятницу. Простите, вы собирались с ним развестись? Как вы смеете, как вы смеете. Как вы можете, как вы можете в такой момент. Какое это имеет отношение к убийству. Господи, господи. Простите, я не могу, я не могу без успокоительного. Мы взрослые люди. А у взрослых людей взрослые отношения. Он не мальчик. Мы 23 года прожили вместе. Это достаточный срок для того, чтобы... Для того, чтобы устать друг от друга. Нет. Для того, чтобы отдохнуть друг от друга. И мы не собирались разводиться. У нас в Москве учится сын в аспирантории. Он приедет с минуты на минуту. Мне кажется, у мальчика будет достаточно травм. Я вас очень прошу, уйдите. Пожалуйста, просто уйдите. Хорошо, я уйду. Но знайте, что я еще вернусь. Скажите, а вы знакомы с завещанием, которое оставил ваш муж? Да что же это такое? Какое завещание? Ну, какое завещание? Я понятен, мне дела нет. Да уйдите отсюда. Уйдите, я вас прошу, уйдите отсюда. Да! Моя дорогая, перестань. Ну все, успокойся, ну все. Все хорошо. Сереженька. Все, перестань. Я не могу. Послушай, ну скоро приедет твой Витенька. Сережа. Ты должна его встретить достойно, да? Да. Вот, молодец. Все, я поеду. Нет, не уходи, пожалуйста. Элла, Элла. Не, Сереженька. Эллочка, пожалуйста, держи себя в руках. Послушай, ну что случилось, то случилось. Нет. Послушай, эти полицейские щеки еще будут долго к тебе наведываться. Да. Поэтому, пожалуйста, постарайся не проболтаться. Я не выдержу. Хорошо? Я не выдержу. Ты постарайся. Я не выдержу, Сережа. Выдержу. Ну, пожалуйста, не оставляй меня одну. Сережа. Хорошо, я поговорю с дядей. Не переживай. Вернешься, правда? Обязательно вернусь. Я обещаю. Только ты оставь черный ход открытым, ладно? Хорошо. Я надеюсь, твой сын не будет ночевать рядом с твоей спальней. Сережа. Сережа. Ты что, не пила лекарства? Что? Ты лекарства пила? Я не помню. Я не помню, Сережа. Я не помню. Так, Эллочка, ты должна принимать лекарства. Садись. Вот так. Держи. Вот. Все. Сережа. Я поехал. Сережа, я люблю тебя, Сережа. Я люблю тебя. Эллочка. Мне очень страшно, Сережа. Пожалуйста, Дорай, веди себя прилично. Хотя бы в первые дни. Да. Ладно? Все, мне пора. Мне правда пора. Держи себя в руках. Вы спрашиваете, почему не в вашей нотариальной конторе? Да потому что там тоже есть уши. Итак, вернемся к завещанию Погодина. Завещание было составлено два года назад. Все имущество, оно у Погодина немалое. И завод, и виноградник, и дом. Он оставил своей жене, Элле Дмитриевне Погодиной. Сыну достается только квартира и совсем немного денег. А почему же он сына не завещал своего дела? Простите, моя компетенция бумаги. Бумаги. Но если вы спрашиваете меня не как нотариуса, а как человека, ну, во-первых, он справедливо полагал, что мать позаботится о ребенке. Хотя мальчик взрослый, 23. А во-вторых, Погодин очень любил Эллу Дмитриевну. Она очень красивая женщина. Я бы сказал, женщина загадка. Впрочем, вы могли убедиться в этом лично. Я могу быть чем-нибудь полезным? Нет, благодарю. Тогда кланяюсь. Дела, дела. Совершил посадку самолет рейсом 17-44. Москва, Черноморск. Пассажиров просим пройти в багажное отделение для получения багажа. Витя! Здравствуй. Держись. Вот так. Осирочели мы. Ладно. Поехали. Ладно. КОНЕЦ КОНЕЦ Палыч, я не спросил, как там мама? Должен сказать тебе сразу все. Пусть лучше от меня узнаешь, чем от других. Так, что такое? У нее появился молодой человек. Еще до трагедии, задолго. Влюбился, ну, понимаешь? Влюбилась, и они стали жить в открытую. На этом их отношения с твоим отцом закончились. Подожди, какой молодой человек? Что ты хочешь этим сказать, а? То и хочу. Просто не знаю, как поделикатнее, бездругательности. Это воронье, ты понял? Этого не может быть. Витя! Что? Ты уже взрослый человек, и это правда. И ты должен научиться смотреть правде в лицо. Так, ну-ка, хватит врать! Ты врешь, потому что ты просто ненавидишь мою мать. И ты всегда ее ненавидел, я с детства это помню. Ты сам все увидишь. Поехали. Да пошел ты! Никуда я с тобой не поеду. Езжай сам на все четыре стороны! В шесть у вас встреча в мэрии, Илья Петрович. Угу. Там же корреспонденты областного телевидения. Хорошо. Закуски для фуршета готовы. Наштань коньяк из моих запасов. Получше. Угу. Да, конечно. Все уже сделано. Молодец. Пятерка тебе за поведением. Дядя, мне надо срочно поговорить. Денис Свободин. Илья Петрович? Денис. Ну, чего тебе? Я думаю, ты понимаешь, почему я пришел. Ничего бы не понимать. Весь город уже трещит об этом. Кстати, к ней следователь приходил? Да, приходил. Вот, надо быть осторожнее. А что насчет завещания? Все уж все знают, кому он оставил завод. Ей? Ну? Что, ну? Чего ты так на меня смотришь? Нет, я не собираюсь жениться. Я не буду жениться на ней. Даже и не проси, дядя. О чем ты? А ты не указывай. Я сам решу, просить мне или приказывать. А сейчас прошу об одном. Будь посторожней. Понял? Дядь, послушай. Да ну, тихо. Прости. Поссоримся. Ну? Закрой ты поскорее это дело, а. Там следователь борзый, дальше некуда. Я слышал, как разговор с Элой через стенку. Ну, что тебе стоит, а? Всего один звоночек, тем более порывай в твой человек. Опс! А тут, походу, шаг? Ха-ха-ха-ха! Алло. Да, Лея Петрович. Я понял, Лея Петрович. Да. Да, но... Хорошо. Хорошо, Лея Петрович, да. Угу. Литвинова, срочно ко мне. Его нет и сегодня не будет, товарищ полковник. Из-под земли достаньте! Срочно, я сказал! Хорошо. Хорошо. Срочно, сынок. Мам. Сыночек. Тихо, тихо. Тихо, все хорошо, мама, все. Не бойся. Я с тобой, мама. Я тебя не брошу, слышишь? Все хорошо, успокойся. Тихо. Пока. Пойдем в дом, да? Угу. Все, держись за меня, давай. Все. Тихо. Все хорошо, успокойся. Давай. Заходи. Вы уж простите, что опоздал, я Витя встречал, сына Погодина. Значит, он здесь, дома. Дом-то он дома, но у меня к вам просьба. Вы не могли бы мальчишек не трогать хотя бы до похорон? Он вот сейчас весь на нервах. Ну, какой же он мальчишка, когда ему 23? Ну, а что 23? Возраст, конечно, мальчишка. Вообще, его с малых лет знаю. Отец его был моим лучшим другом. Понимаю. А у вас самого есть какая-то версия? Версия? Конкуренты это. Точно вам говорю, конкуренты. Миша был человек честный. Знаете, сколько он для виноделия нашего края сделал? Аборигенные сорта возрождал. А сколько новых саженцев завез? У нас ведь все не поддельное, никакого порошкового вина. Вот за это его и ненавидели, люто ненавидели. Да я вам еще много чего могу рассказать. Не боитесь? А я вообще не из боязливых. На нас 90-е ракет насылали, чего только не было. А за Мишку я всегда готов был и в огонь, и в воду. Да, товарищ полковник. Прямо сейчас? Понял. Простите, вы могли бы продолжить наш разговор другой день? Извините. Какое же это самоубийство, товарищ полковник, когда все говорит против этого? Я только что был на Погодинском заводе. Его управляющий, лучший друг, выдвинул свою версию о конкурентах. Я же говорю, у Погодина были враги. Я тебе начальник или как? Сказано самоубийство, значит самоубийство. Ты что, начальство не слушаешь и не слышишь? Может быть, у нас такие факты есть, о которых ты даже не знаешь. Как же, не знаю. Покажите мне их. Я веду это дело, и мне до сих пор не дали результаты вскрытия. И не дадут. Послушай, мне оттуда указания дали. Ты это понимаешь? А ты уже давно доказал, что ты лучший следак в нашем отделении. Ну, что тебе еще надо? А? Правды. Правды? Дурак. Продолжение следует... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Папа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Милый. Да, Жень. Может быть, я сейчас, конечно, не вовремя, но я хотела сказать, что наша с тобой поездка в Париж не отменяется, милый. Я сделала невероятное. Я уговорила своих родителей перенести празднование годовщины на неделю. Ну и что ты молчишь? Скажи мне, что я гений. Послушай, завтра прощение с отцом. Я не могу сейчас разговаривать. Ты должна это понимать, Жень. Ты когда собираешься возвращаться? По-моему, рано об этом говорить. Скажи мне, что любишь меня. Об этом тоже рано говорить, да? Так давай сменим тему, а? А о чем с тобой прикажешь говорить, а? Короче, я позвоню тебе потом, все. Здорово, Павлович. Привет. Пап, ну где ты ходишь? Второй час ночи. Ну ты мог бы хотя бы позвонить, а? Есть будешь? Нет, спасибо. Не буду. Посиди со мной. Ну как, Витька приехал? Ну и как он? Да мы даже толком не поговорили. Он сразу от меня убежал, как только про мать услышал. И вообще он какой-то чужой стал. Да. Он в последние годы совсем чужой стал. Извини, Катюш. Пойду лягу. Завтра же двенадцать, прощанье. Ты-то будешь? Ну конечно буду. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Эй, ты кто такой, а? Что вы делаете? Что же ты делаешь? Не надо, не надо, Сережа, Витя, сыночек, сыночек, успокойся. Что делаешь, это кто такой, а? Как он сюда попал? Чего у тебя такой злой сыночек, а, Аллочка? Подожди, подожди, успокойся, это не вор, это не бандит. А кто? Это, кто? Это Сергей, мой друг. Успокойся. Мальчик, я тебя чем-то обидел, а? Ну, Сережа, ну не надо. Ну, что ты ничего не понимаешь, что он делает здесь такой час, а? И как он взялся нам в дом? Что тебе здесь надо, а? Рука убери! Мамочка, вы разберитесь, пожалуйста, со своим отпрыском, а я в семейных скандалах участвую. Подожди, в смысле, что я наделал? Это что, получается, Павлович был прав, что ли? Получается, это правда, что он ходит к тебе, этот Сергей, а? Да! Он ко мне ходит! Ты три года дома не был, а мы с твоим отцом уже давно не жили вместе. Его просто поглотил бизнес! У нас были очень сложные отношения, мы могли месяцами быть в одном доме и не разговаривать. А я, между прочим, я, между прочим, не старуха, я жить хочу! Что ты несешь вообще, а? Я почти четверть века прожила здесь, как в плену, в плену у деспота! Это неправда! Отец никогда не был таким, как ты могла! Не сметь! Не сметь меня осуждать! Никто! Никто не хочет меня понимать! Никто! 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 Па! Пап! Так, я не понял, ты в школу едешь или нет? Три минуты уезжать! Пап, у меня горло болит! Можно я сочкану сегодня? Вот посадила тебя мать Минашею, пока она там в санатории, ты совсем от рук отбилась! Ну, па! Ну, просто сегодня контрольная, а я совсем-совсем ничего не знаю! Я же правду тебе сказала, это же уважительная причина! Ладно, но чтоб это было в последний раз! Остаешься дома, делаешь уборку! Приду, лично проверю! Спасибо, папочка! Давай домой, быстро! Да! Да! Да-да-да-да-да! Пока-пока, папочка! Спасибо! Пока! Ес! Ну, вот, собственно, и все! О, Катя, экскурсия закончила! Наша экскурсия подошла к концу! Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? Вы задавайте, не стесняйтесь! Нет, спасибо! Вам спасибо! Спасибо! Вы можете пройти сюда и знакомиться самостоятельно здесь с экспозицией! И спасибо вам большое! До свидания! Спасибо большое! Приходите! До свидания! До свидания! Девочки, мне очень нужно уйти на прощание с Богодиным! Возьмите следующих экскурсов, пожалуйста! Нет, рожи, конечно! Только знаешь, как по мне, так все эти ритуальные ужасы не для женских глаз и ушей! Лиль, ну зачем ты так говоришь? Катюш, иди! Я заменю тебя! Спасибо! Ну, конечно! Опа! Это уже третья корзина! Здравствуйте! Цветы? Екатерина и Ваня! Принимайте! Интересно, а кто посылает эти милые цветочки? Ни малейшего понятия! Я, как говорится, ничего не знаю! Никуда не летаю! Спасибо! Пожалуйста! Так, ну что, девочки? Можете оставить их себе! Я заберу! Я цветочки люблю, тем более такие красивые и дорогие! А ты иди давай! Может, погодинского сынка встретишь! Помню, я Витью в юности, он на каникулах со всеми девчонками перегулял, потом в свою Москву улетел, ни о кого не вспомнил! Лиль, ну зачем ты так? Ну, за тем, что это правда! Ну все, спасибо! Я пошла! Здравствуйте! Я… Моя фамилия Литвинов, я по поводу убийства Михаила Погодина! Ну, вы хотели сказать самоубийство? Я хотел сказать то, что сказал! Я не принимаю эту версию! Ну, зря ваше начальство принимает! У меня на этот счет собственное мнение! Странно! Да-да, я слушаю, говорите! Спрошу сразу, напрямую! Вы находитесь в близких отношениях с Элой Погодиной, женой убитой! Что за чушь? Она мне, наверное, в мамы годится! Очень благородна по отношению к женщине! Хорошо! Тогда что же вас связывает? Вас часто видят в ее обществе! Вы частенько бываете у них дома! Этого вы не станете отрицать! Да! Скажем так, мы просто дружим! Настолько дружите, что не пошли сегодня на похороны Михаила Погодина! Послушайте, я не люблю такие мероприятия! Это мой принцип! Предпочитаю помнить людей живых! Позвольте полюбопытствовать, где вы были в день убийства? Вы задаете слишком много вопросов, Крисованин Литвинов! У меня есть алиби! Вам сказать поподробнее, рассказать про это все? Непременно! Хорошо! В день самоубийства Михаила Погодина! Я находился в командировке в областном центре! Есть счет из гостиницы! Есть и другие документы! В конце концов, вам могут это подтвердить не последние люди в этом городе! Они были со мной там же и в это же время! Вам назвать фамилию? Вам назвать фамилию официальных лиц, которые подтвердят мое местонахождение? Ну чего, молчите? Я догадываюсь, о ком идет речь! Очень хорошо, что вы такой догадливы! Это прям радует! Куда ты пропал? Люди пришли попрощаться с твоим отцом! Говорят, хорошие тосты! Вспоминают его тепла, ты ушел, это неприлично! Неприлично? Это ты мне будешь говорить о приличиях? По-твоему, прилично притащить в дом любовника, когда муж лежит в гробу? Да как ты смеешь! Смею, мам! Я смею! Ты три года не был дома! Когда твой отец лежал в больнице, ты сдавал экзамены, я тебя не потревожила! Когда его нужно было кормить с ложечки, это делала я! А теперь ты мне заявляешь о своих высоких сыновьих чувствах! Ну все, мам! Все! Твои благодеяния в прошлом, теперь его не надо кормить с ложечки! И ты можешь жить так, как хочешь! Ты, видимо, как раз этого давно и добивалась, да? Витя, вернись к гостям! Я не вернусь к гостям! И я не вернусь в твой дом! Все! Понятно! Ты, видимо, сюда за этим и приехал! Чтобы разбить мое сердце и окончательно его расторшать! Ну что ты, мам! Что ты такое говоришь? Я просто не в состоянии такого сделать! А знаешь, почему? Потому что в твоем сердце другое! И для меня там практически нет места! Вот именно поэтому я и не хочу жить рядом с тобой! Ты взрослый мальчик! Ты имеешь право! Нет, конечно, ты можешь меня бросить! Проблема в том, что я не могу этого сделать! Потому что я тебя люблю! Я твоя мать! И ты знаешь, я буду тебе помогать! Буду тебе посылать деньги! Много денег, сколько скажешь! Еще бы! Еще бы! Никто не сомневается! Теперь же ты хозяйка положения, мам, так? А ты знаешь, я, кстати, начинаю догадываться, как развивали события в этом доме! Отца убивают в его собственной квартире! С ума сойти! Кому же это выгодно, интересно, а? Кому? Тебе, мам! Тебе и твоему дружку! Замолчи! Ага! Замолчи! Его никто не убивал! Он... Что? Он покончил с собой! О, Господи! Мне об этом сказали в полиции! Об этом скоро напишут во всех газетах! Что ты меряешь? Ты прекрасно знаешь, что в газетах пишут продажные журналисты, а в полиции работают тоже не ангелы! Это все сплошная чушь! Отец не мог этого сделать! Не мог, но сделал! Илла Дмитриевна, оставьте нас, пожалуйста! Иван Павлович, я вам буду очень благодарна, если вы вернете Виктора в дом! Теперь ты все знаешь! Не сердись на меня! Это ты извини меня! Кто такой этот Сергей? Самодовольный хам! Беда в другом! Его дядя, вице-мэр Илья Геев! Поэтому этот гад делает все, что хочет! Прикрыт и защищен со всех сторон! Ну, а у дяди свои интересы! Какие? Об этом я тебе завтра расскажу! Она в одном права! Нам надо быть там! Пошли! 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 Парваев! Ты меня хорошо слышишь? Скажи, а ты русский язык? Хорошо знаешь? Не жалуешься! А я жалуюсь! На твоего следака, идиота! Как же так? Ясно было сказано! Самоубийство! Да что ты! Как же так? Пресмертную записку не нашли! Это твой косяк, милый! Сам выкручивайся! Ты же у нас умный, или как? Ладно, все, не нукай! Скоро буду на работе! Ничего! Хорошо поищут, найдут! В эфире новости города Черноморска! Сегодня в 12 часов состоялось прощание с бизнесменом Михаилом Погодиным. Известным виноделом и владельцем винного завода. 56-летний Погодин покучил с собой в своей городской квартире. Чё-то не понял. Об этой печальной новости нам сообщил городское управление внутренних дел. Причиной такого поступка бизнесмена называют неудачей последних лет в сфере производства. Предполагается, что завод Погодина поглотит теперь областной водочный концерт. А теперь о погоде. Погодина поглотит теперь областной воде. Погодина поглотит теперь областной воде. Вот эта история длится. Я уж не знаю, где они там встретились, познакомились, но она словно с ума сошла. Но у дядюшки Сергея Вагея, у него свой интерес имеется. Он давно мечтал под себя подобрать завод твоего отца. Наш завод, который мы даже в самые тяжелые времена отстоять сумели. С ума сойти! Неужели все так просто? Сто процентную гарантию я не дам, однако... А почему мать говорит, что это самоубийство? Да потому что им выгодна эта версия. Нет, Витя, не мог твой отец этого сделать. Слышишь, не мог! Не такой он был человек. Мы с ним 20 лет были рядом. А кто ведет это дело? Литвинов Юрий Геннадьевич. Старший следователь. Так, мне надо с ним повидаться, и как можно скорее, потому что я... Я должен ехать с невестой в Париж. И вон она как, с невестой. Да не слушайте меня. Да будем, обязательно будем, да. Все с собой возьмем. Да, и ваш плов любимый будет, да, как же. Послушайте. Подожди. Обязательно будет, конечно. Послушайте. Ладно, я сейчас перезвоню, хорошо. Так, почему без предупреждения? Это действительно вы дали информацию в СМИ? Да. О самоубийстве Погодина. Да, мы дали. Можете считать, что дело закрыто. Вот, покой наставил предсмертную записку. Вы что, издеваетесь? Это вы издеваетесь. Прорвайтесь в кабинет без предупреждения. Мою машину преследовали, мне кажется. А вот когда кажется, креститься надо. Выйдите из кабинета. Хорошо, я выйду. Я говорю, выйдите из кабинета. Я выйду. Но если вы думаете, что я брошу это дело, то вы ошибаетесь. Хорошо, ходят здесь всякие, да. Все, в пять часов договорились. До встречи. Давайте, да. Эк. Так. Привет. Август. Если честно, я думал, ты не придешь. Я еле вырвался, но я не мог не вырваться для тебя. Ну что, серьезно что-то? Это очень серьезно. Хочешь, я расскажу? Ну. Так. Изъять записку Погодину у начальника райотдела. Но сделать это очень аккуратно, чтобы никто не заметил под благовидным предлогом. После этого проделать почерковеческую экспертизу. И все это срочно. Слушай. Ты гений, Август Конрадович. Гений. Ты что, мысли читаешь? Нет, я просто заслышал, как вы ругались в кабинете с Порываевым. Так. Вот. Она? Она. Как тебе это удалось? Я зашел к Порываеву в конце рабочего дня, чтобы подписать документы. Ну, вообще, в юности я ассистировал в фокуснику. В цирке. Ты неисправимый прекрасен, Август. Ты знаешь, он почему-то хочет замять это убийство, понимаешь? Угу. И еще я хочу рассказать тебе то, что со мной произошло сегодня. Давай. Никого, двигаем. Двигаем. То есть, по-твоему, этот выстрел в воздух случайность? Ваш кофе. Спасибо большое. Нет, Юра, это, это не случайность. Это, Юр, это страшно. Страшно, Юр. Скорей. Давай быстрее. Что ты там возишься? Готово, можно? Юра, это, это первый звоночек. Это все очень серьезно. Может, вообще, ну его, а? Это дело винодела. М? Когда-то Михаил Погодин очень помог мне. Угу. Выручив. А что бы то ни стало, хочу знать, что с ним произошло. Юра, почтальон всегда звонит дважды, понимаешь? Всегда. Аня, тихо, тихо. Звоню папаше. Говори только по делу. Ничего лишнего. Иначе я нервный, ты меня знаешь. Да? Папа, папа, спаси меня, пожалуйста. Аня, Аня, что? Мы у тебя в гостях. Если хочешь, чтобы дочь жила, не дышит. Ты знаешь, что делать. Я сейчас приеду, слышь ты. Я сейчас приеду. Не один приеду. Уже будет поздно. Ой, поспорти меня. Аня, Аня, Аня. Стой, Аня. Почтальон позвонил быстрее, да, чем ожидалось? Да, Юр, едем? Послушай меня. Завтра повыше ее туда, откуда взял. Едем. Конечно. Ой, ой, ой.